Евросоюз усиливает борьбу с киберпреступностью. По данным Еврокомиссии, в прошлом году в ЕС произошло около 4000 нападений вирусов-вымогателей, а 80% европейских компаний хотя бы единожды пострадали. Как планируют бороться с массированными кибератаками в Европе? В репортаже нашего СОПКОРа в Брюсселе Жанат Эрнст. Экономические потери Европы от кибератак за последние несколько лет выросли в пять раз. Преступления принимают разные формы, от кражи данных до финансового мошенничества. Иногда они даже направлены на дестабилизацию правительств разных стран. В ответ на все эти цифровые угрозы Брюссель выступил с пакетом предложений. Среди них обязательно европейская сертификация товаров и услуг в интернете. Такой ярлык будет гарантом безопасности всей цифровой продукции. Еврокомиссии утверждают, что сертификаты кибербезопасности обеспечат доверие к миллиардам электронных устройств. Они повысят и сохранность данных важных объектов инфраструктуры, энергетических и транспортных сетей. Мы также планируем облегчить получение европейской сертификации кибербезопасности, чтобы повысить доверие потребителей к безопасности продуктов и услуг. Единый цифровой рынок должен стать нашей реальностью, поэтому свободное перемещение данных должно быть закреплено на уровне закона. Мы все больше зависим от баз данных, кибератаки становятся все более частыми, изощренными и международными. Поэтому Европа должна уметь реагировать на них круглые сутки, семь дней в неделю. В первое время диджитал-стандартизация будет добровольной. Пока не хватает компетентных специалистов. Но в будущем, уверяют в Еврокомиссии, сертификации подвергнется вся цифровая продукция и услуги. Наши цифровые общества и экономика очень уязвимы, и важно, что мы делаем успехи, прежде чем попадем в следующий кризис. Но нам нужно больше профессионалов и технических экспертов, и мы должны дать им перспективу. Именно поэтому мы строим сеть кибербезопасности через компетентные центры в Бельгии и в других странах ЕС. Выдачей цифровых сертификатов займется Европейское агентство кибербезопасности. Оно будет проводить регулярные учения по защите данных в ЕС. Появятся и новые европейские законы против мошенничества с криптовалютами и по защите данных при обмене финансовых компаний из разных стран. На случай массированных кибератак будет создан и центр реагирования на ЧАЭС в цифровом пространстве. Жанна Тернежо, Март Ахметов, Хабар 24, Брюссель, Бельгия.